МИР КИНО Мы будем показывать не только интересные сюжеты о премьерах, но и новую рубрику «Противный зритель». Это именно о тех зрителях, которые все замечают. Все неточности, нелепости и недостоверные факты. Мы будем собирать данную ценную информацию и каждый четверг рассказывать о ней. Вы не заскучаете? Это точно! Пока Андрей добывает информацию для новой рубрики, я расскажу вам, что нас ждет на этой неделе. Новогодние премьеры «Позади» начинаются трудовые будни. И начинаются они весело. 22 января на большие экраны выйдет веселый семейный фильм «Приключения Паддингтона». Паддингтон — это настоящий английский медведь, желающий стать джентльменом. Как лесному жителю пришло такое в голову, остается за кадром. А вот в кадре самые нелепые ситуации и происшествия Мишки на пути к своей цели. В русской версии фильма милейшего Паддингтона озвучивает Александр Олешко. Ну а в самом фильме вместе с главным героем мы увидим блистательную Николь Кидман и других звезд европейского кино. Фильм не имеет возрастных ограничений. Также 22 января любители жанра криминальных боевиков ждет сюрприз. А именно, фильм российского режиссера Сарика Андреасяна с голливудскими звездами в главных ролях «Ограбление по-американски». Здесь и Эдриан Броуди, звезда фильмов «Пианист» и «Кинг-Конг», и актриса Джордана Брюстер, известная миру по франшизе «Форсаж». И молодой Хайден Кристенсен, снимавшийся в «Звездных войнах». Одним словом, команда что надо. Сюжет фильма не оригинален, но интересен. Оценить же работу российского режиссера смогут зрители старше 16 лет. Ну вот мы и подобрались к рубрике «Противный зритель». Начнем мы, пожалуй, с самого известного новогоднего фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Самый известный киноляп, когда мама Жени забирает дважды бутылку шампанского у друга Жени. Но это еще не все. Первое. Торопились создатели фильма или нет, но ошибку в начальных титрах все-таки допустили. Совершенно типичная опечатка в слове «исключительно». Просто пропустили букву «Л». А мы заметили. Второе. Просто возмутительный факт. Кто такого пьяного пассажира пропустил самолет? Не менее, боюсь, в реальной жизни история Жени Лукашина закончилась бы в аэропорту. Такой важный бумажный Ипполит оказался на редкость невнимательным водителем. И отъехал со стоянки со снегом на заднем стекле. К черту логику. Но через снег он почему-то видит, как за его машиной бежит Лукашин. И, наконец, роль Ипполита изначально должен был играть Олег Басилашвили. Но незадолго до начала съемок его заменили на Юрия Яковлева. Актера-то заменили, а фотографию нет. И из окна на снег вылетает фото Олега Басилашвили. Это еще далеко не все киноляпы и нестыковки в любимом народном фильме. Но не будем придираться к произведению искусства. Пока еще не растаял снег и не убраны елки, давайте насладимся любимым произведением Эльдара Рязанова. Если же вы заметили какой-то киноляп, желательно самостоятельно и в кинозале, то пишите мне об этом в рубрику «Противный зритель» на сайте actistv.ru на странице Миркино. А на этом мы прощаемся с вами. Смотрите нас в эфире телеканала «Актис» и на сайте actistv.ru. Увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!